Я хотела спросить, что делать, если вообще невозможно жить с одним человеком вместе? Вы не можете с ним жить вместе. Очень тяжело. У меня очень тяжелый характер. Я не понимаю ваши вопросы. Это муж или друг? Мы живем в гражданском браке около четырех лет. Это муж, а не молодой человек. То есть, ну получается, что это супруг, и у нас есть ребенок. Но если это ваш муж, то тогда он вам сразу легче становится. Потому что проблема в том, что человека можно или принять всего, или никогда не принять. Я не приняю. Вы ошибаетесь. Вы не принимаете его. Вы не считаете его мужем. Когда вы будете считать его мужем, тогда вы привыкнете к нему, он станет легче. А сейчас ни он, ни вам не верит, и вы ему не верите. Понимаете, вот смотрите, допустим, возьмем чисто механику, да? Допустим, два колеса крутятся, и шестеренки должны совпасть. Да? Когда они совпадают, крутить одно колесо другим очень легко. Если они трутся друг от друга, то это просто жесть. Понимаете, шестеренки должны пройти друг друга. Это называется официальное семейное отношение. Если люди думают, что разницы нет, что так вот тереть, что вот так, это означает, что они просто невежды в этом вопросе. Они не понимают, что надо сначала соединить отношения, попляться друг к другу, а потом начнется уже жизнь нормальная. Люди будут понимать друг друга, и их шестеренки будут двигаться синхронно. Так устроено Богом. Но если вы, как бы, человека считаете своим другом, как вы сказали, тогда шестеренки не могут соединиться. Вы не соединены с ним, хотя Бог вас соединил. Прежде всего, работа внутри меня, то есть правильно это как-то... Прежде всего, это понимание, что сама идея жить с человеком, не поклявшись ему в верности, это безумие. Я это говорю всему залу сейчас, всем. Знайте все, что ваши гражданские отношения всегда будут разрушены, исключений нет, других вариантов тоже нет. Все люди, которые не соединили шестеренки к пятой, несомненно, разрушают свою семью. Теперь вы говорите, а мой муж не хочет, допустим, или моя жена не хочет расписываться. Если вы хотите, то ему придется захотеть со временем. Вы начинаете двигаться в эту сторону, каждый шаг в вашей жизни приближает вас к росписи, и ваше желание росписи означает, ваша судьба уже лучше, чем была. Просто вы хотите расписаться. Ваша судьба уже лучше, чем была. Это и есть та тема, о которой мы сегодня будем говорить о правдивости. Правдивость означает следовать закону. Если человек не следует закону, его жизнь разрушается. Спасибо. Вам с ним тяжело только потому, что шестеренки не склеились. Вот если братья, то есть и его, как личность, и вас. Мы очень похожи. Ну, то есть именно такого человека вы и хотели в своей жизни. Да. Но вы не склеены, потому что он отдельно, и вы отдельно. Вы, кажется, живете сам по себе. Потому что вы не развитые, вы не понимаете, что такое семья. У вас нет такого глубокого понимания. И еще вы слишком умные по вам. Ну, то есть слишком умные означает, что вы очень много рассуждаете над тем, как должно быть. Да, это правильно. А надо принимать жизнь, а не рассуждать над ней. Примите жизнь свою. Если вы примете, он постепенно тоже примет. Ну, деваться будет некуда. По факту, есть только один виновник в том, что нет росписи. Это женщина. Потому что если женщина хочет сильно росписи, она уверена. И именно, понимаете, роспись — это не главное. Главное — это принятие человека. Если она уверена, что это ее муж, и поэтому она хочет росписи, тогда ему деваться вообще некуда. Просто некуда. Потому что верность имеет женскую природу, а не мужскую. Если женщина уверена, она уже приняла решение, что это ее муж. А это лучше женщине помогать делать. Потому что женщина никогда сама ни в чем не может быть уверена. Ей нужно помогать. Поэтому я вам говорю. Это ваш муж. Тихий. Это ваш муж. Это мой муж, хорошо. Я старший для вас, я вам говорю. Я должна вас слушать. А мои слова — это воля Бога в данном случае. Хорошо. Это было все. Мне немножечко стало легче.